Добрый вечер, дорогие! Начни идти туда, куда ты не шел раньше, там, где ты не был раньше. Начни двигаться туда, в сердце Отца. Молитва — это не список просьб. Молитва — это не выпрашивание каких-то вещей, не провозглашение каких-то вещей. Это твой контакт от сердца к сердцу со своим небесным папой. Это разговор. Это разговор. Поговори сегодня со своим папой. Скажи ему, как ты любишь его. Не надо напрягаться, не надо придумывать. Ты ничего Богу не должен. Просто в тишине, спокойно начни разговор с ним. Говори с ним обо всем. В процессе дня говори с ним обо всем. Если тебе нехорошо, так и скажи. Бог все равно все знает и видит. Любимый, мы поклоняемся тебе. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе, родной. Погрузи нас в атмосферу любви твоей. Мы сегодня здесь, чтобы просто обнять тебя и сказать тебе, как мы любим тебя. Мы здесь просто сказать тебе, как мы без ума влюблены в тебя. Драгоценность наша, сокровище наше, любовь наша. Ты жизнь. Ты жизнь. Ты жизнь, Господь. Ты сокровище. Ты драгоценность. Мы идем на глубину отношений с тобой. Мы жаждем пойти туда, где мы еще не были. Коснись нас так, как ты еще никогда не касался. Выбери Бога, и Он выберет тебя. Кто-то говорит, у Бога нет любимчиков. О, это говорят те, которые не входили в глубину отношений с Ним. Никогда не погружались туда, где Бог обитает. Говорил ли тебе Он, как Он любит тебя? Да, ты говорил Ему. Но вопрос не в этом. Говорил ли Он тебе, как Он любит тебя? О, когда я первый раз услышал Его комплимент в мою сторону, это полностью размазало меня на полу. Я часами еще отходил после этого комплимента. Я никогда не думал, что мой любимый отец может просто благодарить, дать тебе комплимент, сказать тебе, как Он любит тебя. А ты иди на глубину. Благодари Его. О, посреди всего этого сумасшедшего графика и времени, и политики, и религии. Забудь за все. Иди на глубину с Ним. Забудь за всех. О, если хочешь знать, где тайны неба, Войди на глубину к Нему. Ты хочешь знать, где тайны. Ты хочешь знать, где обитает мудрость. Ты хочешь знать, где обитает глубина. О, она обитает в близости с Ним. Начни приближаться к Нему. О, хвали Его. О, хвала — это шаги, поклонение — это шаги. В тронных залах за поклоняйся, хвали, благодари, превозноси. И ты не заметишь, как ты окажешься в атмосфере тронного зала, атмосферой славы. Ты будешь удивлен, каждая твоя клетка начнет обновляться в Его славе. Усталость уйдет, сонливость уйдет, придет ясность ума, мудрость, глубина, откровение. И ты будешь валяться на полу и удивляться, что сейчас происходит. О, твой друг ждет тебя в тронном зале. Он был здесь, теперь он ждет тебя там. О, я хочу к тебе, родной. О, я голоден по тебе. О, святой, возьми нас дальше. Возьми нас глубже, святой. Просто сейчас иди туда, иди в тронный зал. И твоя хвала будет менять атмосферу вокруг тебя. Твоя слава, твое поклонение Ему будет менять атмосферу в этом зале. И ты будешь удивляться, что начнет происходить вокруг тебя. О, мы славим тебя, святой. Мы голодны по атмосфере твоей. Это наша атмосфера. Это то, в чем мы были рождены. И мы жаждем ее. Мы преследуем ее. Мы не рождены жить в этом падшем мире. Мы рождены жить в Эдеме. Посреди славы Бога. Это наше право, как сыновей. Мы рождены жить в Его присутствии. Там наша мудрость, там наша победа, там наша сила. Там ждет тебя твой прорыв. Там тебя ждет следующий уровень глубины. Он царет тебя. Он плечет тебя. Взойди. Взойди. Он сказал Моисею, взойди ко мне. О, взойди ко мне. И я покажу тебе. Взойди ко мне. Это откровение этого времени. Взойди ко мне. Поколение иного. Это люди, для которых ничего не является больше ценностью, кроме Его лица, Его присутствия, Его любви и взаимоотношений с Ним. О, это настоящее сыновство. Это наше наследие. Иди нас на глубину, святой. Мы здесь, чтобы обнять тебя, святой. Мы здесь, чтобы любить тебя. Я благодарю тебя. Я превозношу тебя. Я поклоняюсь тебе. Он мой. Он мой. Мы голодные по тебе. Мы голодные по тебе. Мы голодные по тебе. Мы голодны по Тебе, мы голодны по Тебе, святой. Только с Тобой я чувствую уют. Только с Тобой я чувствую покой. Только с Тобой я переживаю настоящий мир. Только с Тобой, благоценный, благоценный мой Иисус. Иисус, Иисус. Я верю, любимый, придет время, когда начнут подниматься друзья Твои. Когда начнут подниматься люди, которые просто отключат этот мир. Выключат суету. И просто отдадут Тебе то, чего Ты достоин. Принесут в жертву свое время. Своё внимание. Принесут в жертву свое сердце и свои чувства. Бог, мы жаждем Тебя. Можете себе представить, единственное, что Он нуждается, это в твоем сердце и в твоей любви. И это единственная сфера, которую Он отдал Тебе, и Он ей не контролирует. Эта сфера называется свободная воля. Можете себе представить, Он больше всего хочет то, что Он не может контролировать. Все остальное, Бог, все под контролем. Но не свободная воля человека, не сердце человека. Сердце человека в руках самого человека. Я жажду Тебя, Иисус. И каждый из нас на определенном этапе нашей жизни и хождения с Ним должен сделать решение, кому принадлежит сердце. Твое сердце не может принадлежать Ему из-за страха. Это уже неправильный мотив. Не должен принадлежать из-за того, что Ты просто хочешь на небо. Это неправильный мотив. Твое сердце должен быть отданным Ему, как во время свадьбы своему мужу и своей жене. Я выбираю Тебя до конца моих дней. Я отдаю Тебе самое сокровенное, что может быть у меня. Это любовь, это мое сердце, это мое чувство. Вы заметили, как сердце невозможно разделить между двумя? Оно или принадлежит, или не принадлежит. Поэтому Библия говорит, невозможно служить, поклоняться, быть двумя личностями. Потому что кого-то будешь любить, а кого-то будешь ставить в ничто. О, сердце! Бог создал его так, что в сердце может поселиться только одна личность. И это может быть что угодно. Это может быть даже предмет неодушевленный. Сердце всегда что-то будет иметь на троне. Что сейчас на троне твоего сердца? Работа – неправильный мотив. Семья – неправильный мотив. Супруг – неправильный мотив. Только он может занимать трон моего сердца. Если он на первом месте, то все остальное на своем. Может быть, кому-то сейчас, кто здесь или кто смотрит, слушает нас, нужно реально отдать свое сердце своему любимому. Не из-за страха, а из-за любви. Вот почему он хочет излить на тебя массу любви, эмоций, отношений. Потому что он хочет показать тебе, насколько он любит тебя. И он ждет твой ответ. О, я без ума влюблен в тебя, потому что драгоценный я покорен твоей любовью. Не страхом ада, не страхом наказания, не наградой неба. Я покорен одним элементом. Это твоей безумной любовью к нам. Я покорен тобой. Я покорен тобой. Кто сейчас на троне твоего сердца? Что сейчас на троне твоего сердца? Потому что там, где сокровище, там и сердце наше. Где сердце, там и сокровище. О, ты мое сокровище. О, славь его, славь его. Поклоняйся, превозноси его. Я люблю тебя. Я увлечен тобой. Я с молодости был захвачен тобой. Не зная тебя, я знал тебя. Не чувствуя тебя, я переживал тебя. И в один прекрасный момент я понял, кто всю мою жизнь был со мной. Кто был рядом со мной. Кто охранял меня, любил меня. И я с огромным удовольствием отдаю тебе единственную субстанцию, которая под моим контролем. Это мое сердце и моя воля. Я отдаю тебе ее, любимый. Я отдаю тебе, потому что это единственное, что дано мне на время. Я с такой радостью и с любовью еще раз и еще раз приношу в жертву все, что я имею. Но в реальности я ничего не теряю, семья, мы ничего не теряем. Мы приобретаем царство. Мы приобретаем небо. Мы приобретаем жениха, который потом будет мужем. Мы приобретаем наследие. Но с нечистым мотивом невозможно туда войти. Только те, кто знают его и кто любят его, будут рядом с ним. Все мотивы в конце концов будут вскрыты. Все тайное станет явным. Не лучше ли сейчас свои мотивы обнажить перед Богом и сказать, любимый, даже если я сейчас на данный момент не люблю тебя, так хотел бы, скажи ему об этом. Скажи ему об этом. Попроси его влечь тебя на глубину. Попроси его влечь тебя в эту настоящую глубину отношений с ним, взаимоотношений с его Духом. Святой. 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 Поклонись ему в этой атмосфере. Поклонись ему в этой атмосфере. Мы жаждем, любимый, чтобы это место стало местом встречи с тобой. Мы благодарим тебя за наш энкаунтер. Мы благодарим тебя за то место встречи. Но наша мечта, Бог, с покупкой этого здания, чтобы это стало твоим домом. Мы не знаем, что происходило здесь за прошедшие 50 лет, но мы знаем, что здесь будет происходить от этого дня и далее. Это твой день, это твой дом, это твоя атмосфера, это твоя семья. Ты абсолютно имеешь право делать здесь, что хочешь. И мы говорим это из опыта людей, которые видели определенный уровень славы Бога. И мы говорим тебе, любимый, еще раз и еще раз, это твоя платформа, это твоя атмосфера. И как только начинается твое движение, мое движение оканчивается. И как только начинается твой голос, мой голос затихает. И как только начинается твоя волна, все мое служение идет на второй план, потому что ты наш приоритет. Потому что все, что мы делаем для того, чтобы ты двигался, являлся, открывался этому поколению. Нам не нужно писать больше книг, нам не нужно петь больше песен, проповедовать больше проповедей. Нам нужно единственное место, где сам Бог без посредников будет встречаться со своими детьми и открываться им лицом к лицу. Двигайся, Бог, двигайся, Бог, двигайся, Дух Святой. Не нужны нам следующие программы, нам нужно следующее движение Бога. Нам не нужно больше учения, нам нужно больше славы. О, мы голодны по Тебе, мы голодны по Тебе, проси Его, жди Его, хвали Его, погмоняйся, говори Его, как Ты любишь Его. Святой, Ты драгоценность наша, Ты любовь нас, и мы действительно скучаем за Тобой. Мы действительно жаждем Тебя, это не религиозные, заученные фразы. Мы действительно, наша душа томится, чтобы увидеть Тебя, чтобы услышать Тебя. Наш дух томится, чтобы вновь и вновь пережить Тебя, Бог, пережить Тебя, Бог. Мы очень голодный, мы очень голодный, святой, поклоняйся, поклоняйся. Хвали, хвали, хвали Его, хвали Его, просто пропитайся Слава, Господи, мы не насыдимы тобой Мы не насыдимы тобой Погружайся Просто заколь свои глаза и погружайся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Позволь ему коснуться тебя 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 Я даже не понимал, что происходит, потому что я привык молиться. Вы знаете, нас всех у пейзиатников, у харизматов, у баптистов особенно, нас научили, знаете, ты как автомат. Тебя в рожок вставили, взвели, и пока вот весь рожок не высвободил, твоя молитва не заканчивается. И я научился стрелять, ох, научился стрелять. Бог говорит, положи автомат. Я хочу коснуться тебя. Я аж опешил, я первые пять минут, мне так было странно себе, я даже не знал, это разве молитва. Религия восстала во мне, я думал, во мне не было. Бог говорит, позволь мне проговорить и коснуться тебя. Проговорить о твою жизнь. Ох, и там начались взаимоотношения. Какие откровения я начал черпать именно оттуда. Ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, как поступить, ты не знаешь, как ответить, или в каком-то ты сезоне находишься, где нужно принять уникальное сложное решение. Успокойся, выключи мир и позволь ему проговорить в тебя. Позволь ему проговорить в твой дух. О, как изменится все в твоей жизни. Как ценности поменялись у меня. Я забыл, чтобы вообще просить что-то у Бога. Потому что, когда ты входишь в зрелость, ты понимаешь, что Отец знает все. Тебе дано все на данном этапе. А то, что тебе не дано, это значит, тебе не нужно. И ты просто из зрелости успокаиваешься. И ты входишь в настоящее чистое взаимоотношение. Я с Ним не потому, что мне от Него что-то надо. Я с Ним не потому, что моя совесть кричит, что ты должен дань Господу отдать с утра. Я с Ним потому, что я еще не успел проснуться. И многие из вас знают, о чем я говорю. Ты не успеваешь проснуться, а твое сознание уже говорит ему слово любви. Ты еще уста не открыл, ты еще лежишь в кровати. Ты только приходишь в сознание, начинаешь думать. А твое сознание уже полностью в молитве, в поклонении, в благодарности. Иисус, мы хотим идти глубже, мы хотим идти дальше. Любимый, нам мало, нам мало. Мы благодарны за то, что имеем, очень благодарны. Но мы хотим идти дальше. Мы алчащие, мы жаждущие, мы ненасытимые. Мы хотим увидеть славу Твою, Иисус. Пусть придет в жизнь наш голод, который не даст нам остановиться. Не даст нам успокоиться. Поклоняйся, поклоняйся. 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 Дwell in this place, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God. Dwell in this place, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God. Dwell in this place, Spirit of God, Spirit of God, Dwell in this place, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God, Dwell in this place, Dwell in this worship, Dwell in this prayer, Dwell in this place, Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God, our spirit is groaning, our spirit is calling, our spirit of God, we longing for you, are 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 we longing for you, spirit of God, our spirit of God, our spirit of God, our dwell in this place, our dwell in this house, our spirit of God, we welcome you, we welcome you, we welcome you, we welcome you, in your fullness, in your spirit of fullness, our spirit of fear of the Lord, our spirit of wisdom, our spirit of knowledge, and spirit of understanding, and spirit of counsel, and spirit of might, O dwell in this house, and this our spirit, and this is the place, and our spirit of God, our spirit of deliverance, and this is the place, and this is the place, and the God word for us, our spirit of access, breathe on us oh breathe on us oh breathe on us spirit of life breathe on us oh breathe on us oh breathe on us we inhale you we inhale you we're inhaling you we're inhaling you oh spirit of life мы вдыхаем тебя мы вдыхаем тебя дух жизни дух жизни мы вдыхаем тебя мы вдыхаем тебя дух жизни о мы пьем тебя мы пьем тебя мы пьем тебя о выпьем из духа твоего о мы пьем из духа твоего дух бога дух бога Тихи по нашим венам. Тихи в наш дух, в дух Бога. Тихи, тихи. Мы вдыхаем Тебя, мы вдыхаем Тебя. Мы вдыхаем небо. Мы преображаемся в небо. Мы преображаемся в Отца. Когда мы вдыхаем Его, когда мы вдыхаем Его, начинай вдыхать Его. Просто, Вера, не думай, как это происходит. Начинай вдыхать Его. Начинай впитывать Его всем своим духом. Потому что дух Бога сейчас здесь. Дух Бога сейчас здесь. На этом месте. И от Тебя зависит, насколько много Его будет в Тебе. Просто вдыхай Его. Вдыхай Его. Он обновит Твое мышление. Он обновит Твою жажду. Он обновит любовь, которая погасла. Он вернет первую любовь, с которой Ты начал. Просто вдыхай Его. Он говорит, Отец, я вдыхаю Его. Я вдыхаю Твою любовь. Я вдыхаю Тебя. Я пропитываюсь Тобой. Каждой частицей моего существа я пропитываюсь Твоей любовью. Я пропитываюсь небом. Я люблю, как небо. Я вижу, как небо. Я слышу, как небо. Я чувствую, как небо. Я говорю, как небо. Я молюсь, как небо. Я думаю, как небо. я хожу как небо и я действую как небо что вдыхая его я становлюсь небом я становлюсь частью неба здесь на земле прямо сейчас находясь в его атмосфере соединяясь с ним ты становишься частицей неба на земле и эта часть неба пойдет с мой пойдет на работу не пойдет в твое окружение это небо будет следовать за тобой мы вдыхаем небо мы вдыхаем небо мы вдыхаем небо потому что дух бога здесь он здесь он здесь он обитает здесь он обитает здесь он прибывает здесь он не просто приходит с посещениями но дух бога обитает здесь с первого дня открытие этого места он обитает здесь он живет здесь И Он также хочет пригласить тебя, Он также хочет, чтобы ты мог прочувствовать Его, чтобы ты мог преобразиться в Него. О, пропитывайся! О, я знаю, как много людей не понимают того, что здесь происходит. И все, что мы здесь делаем, все, о чем мы молимся, я знаю, для многих это звучит как глупость, как сумасшествие. Но я знаю, Его невеста, Его невеста, она поймет, что здесь происходит. Его невеста, она будет понимать, когда Дух Бога двигается, и когда Дух Бога начинает влечь в глубину, невеста понимает, и невеста реагирует, невеста не стоит пассивная, невеста начинает двигаться в Него. Она начинает отзываться на Его зов, и она начинает идти в глубину Его. Потому что Дух Бога влечет свою невесту, Иисус влечет свою невесту в Отца вместе с Ним, в Отца, Иисус хочет взять тебя вместе с собой в Отца, в сердце Отца, в глубину Отца, во святое святых, во святое святых. Он хочет провести тебя через внешний двор, Он хочет провести тебя через святое место, и Он хочет взять тебя в святое святых. Там, где тайна Отца, там, где тайна Отца, там, где тайна Иисуса, там, где Его сердце, Он невест, Он ждет в святом святых. Он ждет тебя в святом святых. Он ждет тебя в святом святых. Он ждет тебя в святом святых. О, приходит сезон, где невеста Иисуса выходит из святого места и двигается в святой святых. Это место уединения. Это место, где нет толпы. Это место, где нет людей. Только ты и Он. Только ты, Он Иисус и Дух Святой. Только ты и Святая Троица. Только ты и Он. Там нет толпы. Там нет чужих голосов. Там только святой святых и Отец. Он ждет тебя. Он ждет тебя. Он ждет тебя. Он хочет взять тебя в святой святых. О, в святой святых. Потому что Он поместил ковчег Своего завета внутрь тебя. Ты носитель. Ты носитель ковчега. Ты носитель ковчега завета. И Он зовет тебя. Он влечет тебя в святой святых. твое место святом святых где люди умирали если они попадали туда без разрешения но тебе дано тебе дано власть как невесте иисуса как невесте тебе дано право жить в святом святых жить в святом святых с отцом с отцом о спасибо тебе отец мы идем в святой святых святой святых святой святых святой святой Где Он будет разговаривать с тобой Совсем на другом языке Это совсем другой язык Это совсем другое общение Это совсем другой язык Именно там Он будет открывать Своей невесте, что будет происходить О, Он хочет взять тебя туда Он хочет открыть тебе эти тайны Пришло время двигаться из святого места Пришло двигаться из святого места В святой святых завеса разорвана И Дух Святой, Он влечет, Он влечет, Он влечет О, Отец, спасибо за этот сезон Мы распознали этот сезон Мы не удовлетворены находиться в святом месте Мы благодарим Господь за сезон святого места Но мы двигаемся в святое святых Наша цель святое святых Наша цель святое святых Где Дух Бога, где Дух Бога обитает Где Дух Бога сам начинает говорить с тобой Без посторонних помощников, без посредников Сам Дух Бога начинает говорить к тебе Сам Дух Бога начинает учить тебя О, мы благодарим тебя, Отец Мы идем в святое святых Где слава Бога, где жизнь Бога Где Дух Бога, где святость Бога Где сила Бога, где помазание Бога В святое святых Мы идем в святое святых О, мы не удовлетворены, Отец Мы хотим больше 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 О, мы хотим больше О, я слышу, как Дух Святой говорит Я слышу, как Бог говорит, я все творю все новое, я творю все новое. Разве ты не слышишь? Разве ты не понимаешь? Потому что я творю все новое. Твоя Библия в этом сезоне станет новой для тебя. Все заученные стихи и местописания, они откроются тебе совершенно по-новому, потому что Он влечет тебя в сезон святого и святых. Твоя молитва будет новая. Твой разговор с Ним будет совсем другим. Ты будешь слышать Его по-новому. Ты будешь понимать Его по-новому. Он творит все новое. Он говорит, я творю все новое. В этом сезоне все творю все новое. Разве ты не видишь? Разве ты не понимаешь? Не обманывайся тем, что видят твои физические глаза. Не обманывайся тем, что слышат твои физические уши. Он творит все новое, Он творит все новое, Он творит все новое, Он творит новое мышление внутри тебя, чтобы ты мог общаться с Ним в святом святых. Он готовит тебя для святого святых, Он готовит тебя для святого святых. Он готовит тебя, Он делает тебя новым, Он обновляет твой Дух, Он обновляет твой разум, Он обновляет твое мышление, Дух Святой готовит тебя для встречи с Царем, для встречи с Царем, для встречи с Царем, где Он протянет тебе свой скипетр, где будет протянут скипетр, где будет дана власть, которой еще не было, где будет дан авторитет, которого еще не было. Он готовит тебя для встречи с царем. О, это будет совсем другой Бог, которого ты знал. Это будет совсем другой царь, которого ты раньше видел и знал. Это будет совсем другой уровень. Это будет совсем другой язык. Это будут совсем другие разговоры. Там больше не будет детства. Там больше не будет детства. Там будут зрелые сыновья. Там будут зрелая невеста и отец. Зрелая невеста и жених. Он готовит тебя для святого святых Для святого святых Пришло время Потому что идет большой урожай Мы не молимся о большом урожае Он уже идет И Его ничто не может остановить Но Богу нужны зрелые сыновья Ему нужны зрелые лидеры Ему нужны зрелые лидеры, которые будут служить А не строить себе царство Ему нужны зрелые сыновья, ему нужны зрелые, зрелые матери, зрелые отцы, ему нужны зрелые. О, отец, мы просим тебя, подними зрелых для этого сезона, подними тех, которые смогут позаботиться о твоем урожае, подними тех, которые смогут удержать твой урожай, Господь. Подними зрелых, Господь, потому что мы видели, как твое движение останавливалось, потому что стояли незрелые люди в управлении, и они не знали, что делать с этим движением, они не знали делать с этим урожаем, у них не было мудрости. Поэтому, отец, мы верим, что новое движение, которое идет, ты поставишь зрелых, ты поставишь мудрых, ты поставишь смиренных, ты поставишь с правильным сердцем, отец. И прямо сейчас ты их поднимаешь, мы просим тебя о делателях, потому что не вы побелели, не вы побелели, подними делателей, подними зрелых, Господь, подними, отец, подними, которые не побоятся взять ответственность, но встанут господь займут свое место займут свое место и помогут собрать этот урожай и позаботиться мы благодарим тебя у отец пусть придет мудрость высвобождаем мудрость пусть дух мудрости обитает мудрость высвободиться господь мудрость 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 на лидерстве мудрость на пастырстве отец мудрость мы говорим мудрость смирение и мудрость смирение и мудрость дары и мудрость дары и смирение дары и смирение Дары и смирения Пусть вместе с дарами Параллельно растет смирение Господь Мы не просим Тебя о дарах, Отец Пусть придет смирение Потому что когда Дух Бога Начинает обитать в Тебе Ты не сможешь не высвобождать помазание Ты не сможешь ходить без помазания Когда Дух Бога живет Мы молимся о неправильных вещах Отец, мы больше не молимся о дарах Мы молимся, Господь Чтобы мантия смирения всегда обитала на нас Чтобы несмотря в каких дарах И помазание мы ходили Твоя мантия смирения Всегда покрывала нас, Господь Чтобы Твоя мантия смирения Всегда покрывала нас, Отец О, пусть придет Твоя мантия смирения О, Господь Подними слух, Господь у нас слишком много лидеров господь но так мало слуг мы просим тебя подними слуг подними и зрелых слуг ходящих партий смирение не ищущих своего подними отец подними для этого времени потому что урожай идет большой урожай идет большой потому что двери уже открылись господь но как нам не хватает слуга сбой тех которые смогут распорядиться которые смогут позаботиться о твоем урожай и которые смогут нести твое движение дальше не остановить его не закрыть его своей непудростью своим детством господь но чтобы это движение передавалось в следующее поколение и в следующее поколение и в следующее поколение с новой силой и с новой мощью поднимай на свой стрелых поднимай зрелость пусть придет зрелость о пусть придет зрелость мудрость и смирение это дефицит в твоем теле отец зрелость мудрость и смирение отец это огромный дефицит в твоем теле сейчас спасибо тебе спасибо тебе урожай идет урожай идет урожай идёт но мы благодарим тебя за урожай эти а подготовь житница мы просим тебя подготовь житница для этого урожая подготовь тех которые смогут принять позаботиться сохранить и передать этот урожай дальше мы уже не молимся движение потому что она уже началось и она идет и его ничто не остановит но пусть это движение не остановится на нас пусть она течет в следующее поколение следующее поколение с новой мощью с новой силой с новыми чудесами с новой славой с новым авторитетом с новым уважанием отец мы благодарим тебя отец мы благодарим тебя мы благодарим тебя мы благодарим тебя мы благодарим тебя вы made 23 из тиски of glory О, кто this King of glory Oh, кто this King of glory Who is this mighty King It's Jesus It's Jesus It's Jesus It's Jesus It's Jesus King of glory Oh, Jesus is King of glory Come, come Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и мы знаем, кому мы служим. И у Тебя была цель от начала дать нам это место, потому что мы не согласимся с тем, что мы видим Иисус. Мы жаждем движения Духа Твоего. Мы отдаем честь Духу Святому. Мы ценим им. Мы ценим Тобой, Дух Святой. Мы ценим Тобой, Дух Святой. Мы знаем, как дорого то, что Ты даешь нам бесплатно. Как дорого Иисус заплатил за то, чтобы мы сейчас в этом просто жили и ходили. И мы говорим Тебе, любимый, мы абсолютно отдаем Тебе честь за Твою кровь, за Твою жертву. за Твою смерть. Мы еще раз и еще раз говорим Тебе, Иисус, спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Просто скажи Ему, Иисус, я допускаю Твою любовь, я принимаю Твой мир, я принимаю Твой покой прямо сейчас. Я впускаю мир Бога в мое сердце. Ты увидишь, когда мир Бога придет, когда Он поселится, не будет вместо страха, сомнения, недопонимания. Ты абсолютно перестанешь бояться или страшиться, или переживать о завтрашнем дне. Тебя вообще-то перестанет волновать, потому что Он будет доминировать в Твоей жизни. А вокруг Него всегда мир, вокруг Него всегда покой, вокруг Него всегда уверенность, мудрость, зрелость. И мы благодарим Тебя, любимый, что Ты нам открылся. Спасибо тебе. Пусть этот вечер просто будет вечером пропитки. Просто пропитывайся Его славой. Иногда даже говорить ничего не надо, а просто, просто принимай. Просто вдыхай. Просто благодари. Он все сделал. Все совершилось. И теперь Он хочет любимую. Он хочет ту, которая пойдет за Ним до конца. Ему не нужна рабыня. Он не ищет уборщицу. Он не ищет домохозяйку. Он ищет кого-то, кто будет делить с Ним трон. Он ищет кого-то, кто будет делить с Ним сердце. Но это стоит очень дорого. Иисус говорит, что это стоит всего. И когда ты найдешь эту жемчужину на поле, ты продашь все и купишь то поле. Купишь то поле, на котором запрятано это сокровище. Сколько поле стоит всего? Абсолютно всего. И все очень просто. Невеста уже знает, что она невеста. Потому что она отдала Ему все. Если бы я мог еще что-то отдать, с удовольствием. Для меня нет другой чести, чем отдать для Него все. Потому что Он Царь. Потому что Он открылся нам. Как я могу игнорировать Его откровение о том, кто Он? Потому что те, кто знают Его, несут более ответственность, чем те, которым Он не открылся. И когда Он мне открылся во всей полноте, на мне ответственность принять или не принять. Я благодарю Тебя, любимый, что Ты открылся нам. И я говорю Тебе каждый день «да». Каждое утро я говорю Тебе «да». И мне так хочется что-то сделать для Твоего Царства. И с нетерпением жду того момента и того сезона, где я что-то смогу сделать для Твоего Царства. Для меня это такое удовольствие представит Иисус, чтобы сделать что-то для Твоего Царства. хотя бы немножко, хотя бы чем-то я хочу воздать Тебе, отблагодарить Тебя. Я с нетерпением жду того момента, где я смогу хотя бы немножко отдать Тебе, сделать что-то для Твоего Царства, Иисус. «Я люблю Тебя», «Я оценю Тобой». «Я оценю Тобой». «Ты настоящий друг». «Ты действительно настоящий друг». «Ты тот, кто никогда, зная о нас все, все наши боли, проблемы, косяки, ошибки, ты, зная все, без ума влюблен в нас. Не воздам ли я тем же самым назад Тебе, любимый? Для меня это честь. Подними на этом месте армию, настоящую армию, которая будет строить Царство, которая будет захватывать души для Царства. Это будет сверхъестественно. Это будет сверхъестественно. Потому что это сделано будет не дипломами со школ, не уровнями, степенями. Это будет сделано Духом Бога. И мы голодны, Иисус. Мы знаем всему свое время, но мы о Тебе говорим, любимый, мы ждем, ждем, мы ждем, когда это место действительно взорвется от славы Твоей и будет местом урожая для душ, для душ, для новых душ, местом исцеления и освобождения. Я верю, Иисус. Ты поднимаешь эту армию тех, кому не безразличны судьбы тех, кто вокруг нас. спасибо Тебе, любимый. Мы оценим. Мы оценим каждую минуту. для нас Ты так дорог. Я помню то время, когда мы месяцами молились и не переживали ничего, просто стояли верой в проломе, надеясь, что когда-то мы увидим. Сейчас мы купаемся в славе Бога. Как только собирается семья, Бог уже здесь. Как только первый аккорд, как только первое слово сказано, ты уже здесь. Ты уже касаешься, ты уже исцеляешь. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Аминь. Аминь. Давайте еще побудем в атмосфере просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok